Хлеба Хлеба на счастье, хлеба на славу, бескрайних спелых миф, здесь ласковый разлив, здесь солнечных хлебов моих держава. Официальная дата основания населенного пункта, о котором мы сегодня вам расскажем, считается 1910 год. Но на самом деле первопоселенцы пришли на эти земли гораздо раньше. Основной вид деятельности, которым они занимались, было и остается земледелие. О трудовых рекордах, которые ставили здесь, в Раздольном, знают и гордятся не только в Амурской области. По всему Дальнему Востоку и даже в России. Программа «Два шага по карте» сегодня о Раздольном. Первопоселенцы стали появляться на территории современного Раздольного в конце 19 века. Здесь они строили себе дома и занимались земледелием. Благодаря именно этим людям освоенная территория осталась в России, а не перешла к Китаю, который мог на нее претендовать. Маньчжурский клин, который образовался и мог бы уйти на китайскую сторону, он должен был занят людьми. И поэтому из Благовещенска поехали богатые купцы, предприниматели и заняли эту территорию. Эти плодородные земли осваивали и малакани, которых царским указом за веру ссылали на Дальний Восток. Среди них был и Дмитрий Хлыст. Кстати, он и дал название новому селу. И он увидел колосящуюся пшеницу, увидел огромные просторы, которые заняты разнотравием. Он закричал, как он потом делился. «Какое большое раздолье!» И наше село стало называться Раздолинское. Название Раздолинское просуществовало недолго. Со временем его упростили и местные стали называть село Раздольное. История населенного пункта связана с крупнейшим в области зерносовхозом «Партизан», который был создан в 1930 году. Даже для советского времени новое сельхозпредприятие было огромным, рассказывает Анна Николаевна. Чтобы объездить все его 11 отделений, необходимо было потратить неделю. Герой социалистического труда Григорий Пантелеевич Котенко. Он был командирован в 1939 году на освоение Преамурских земель директором совхоза «Партизан». И с тех пор бессменно руководит крупнейшим в Преамуре хозяйством. Григорий Котенко – легендарная личность. Его имя навсегда вошло в историю Раздольного и всего Преамурия. Именно при этом председатель зерносовхоз получил свою вторую жизнь. Григорий Пантелеевич лично контролировал всю работу сельхозпредприятия. Вставал в 4 часа утра, объезжал все производственные участки и шел на планерку. Когда приходил на планерку, он был в курсе всех событий. Подбирал себе команду тщательно, хвалил людей, вносил хорошие традиции. Ну и первая, конечно, традиция – это же ответственность, самостоятельность, это любовь к земле. Григорий Котенко многое сделал не только для зерносовхоза. Он развивал и село, ставшее для него малой родиной. При нем началось строительство всех объектов соцкульбыта, жилья для сотрудников партизана. Одной из первоочередных задач стало строительство жилых домов развития соцкульбыта. Началась застройка будущего проспекта имени Ленина. Построен современный дом культуры, широкоэкранная киноустановка, двухэтажные дома с коммунальными услугами, детский комбинат. Директор совхоза и героев социалистического труда Котенко Григорий Пантелеевич и представитель сельского совета Шадура Валентина Ивановна – частые гости на строительных объектах. Кстати, Григорию Котенко принадлежала идея создать в Раздольном свой радиоузел. Так местные жители стали узнавать не только о том, что происходит в селе, но и в стране, как идут сельхозработы, сколько молока произвели на ферме. Нередко Григорий Пантелеевич сам вставал к микрофону. Не только хвалил своих подчиненных, мог в прямом эфире указать на недостатки сотрудников. Не каждый раз он выступал сам, но когда была важная кампания, например, уборка овощей, естественно, зерновые, соя, он всегда выступал и говорилось не только о хорошем, говорилось и о недостатках. Люди с уважением слушали эту передачу. Школа в селе Раздольное носит имя легендарного Котенко. Здесь даже установили памятный бюст, посвященный этому выдающемуся человеку. Благодаря ему и было построено новое здание учебного заведения. Село Раздольное. Центральная усадьба совхоза «Партизан». Одно из лучших хозяйств области. Первая деревянная школа открылась в Раздольном 100 лет назад. Обучению детей жители села всегда уделяли большое внимание. Здесь постоянно совершенствуют образовательный процесс, внедряют новые подходы. Так, несколько лет назад здесь открыли точку роста. Сейчас идет интерактивное обучение детей. Мы уже не просто стоим у учителя у доски, рассказывая устно свой предмет, а мы можем показать различные демонстрации, используя лабораторное и демонстрационное оборудование с помощью оборудования точки роста. У нас есть большой класс начальной школы, полностью укомплектованным различным оборудованием, где учителя начальных классов могут показывать различные уроки, используя наглядности. Школа шагает в ногу со временем, но здесь бережно хранят и заложенные еще при Катенко традиции. К примеру, работает школьная производственная бригада. Мы сами выращиваем овощи для обеспечения школьной столовой. Это у нас звенья. Мы за счет нашей бригады и работы, участия школьников в различных конкурсах властного уровня, даже федерального уровня, мы приобрели трактор. Давай давление с тобой померим? Давай. Как твои дела? Да, ничего. А еще раздольная – это одно из немногих сел Приамурия, где не просто сохранилась, а полноценно работает своя больница со стационаром и поликлиникой. При необходимости здесь можно получить консультацию терапевта-педиатра, ведет прием стоматолог. В одном здании – физиокабинет, процедурная, палаты для пациентов. Конечно. Больница востребована. На прием едут, например, вот Лермонтовка, скажем, там другой педиатр обслуживает, но он находится далеко от Лермонтовки, то есть им ближе приехать к нам. Они приезжают, конечно. Жительница села Наталья Бятиц пришла на прием к участковому педиатру, чтобы оформить справку ребенку. Если бы в Раздольном не было своей поликлиники, девушке пришлось вместе с дочерью ехать в райцентр – Тамбовку. У нас одна единая больница в селе, то есть приезжают из ближних сел лечиться и обращаются. Да, нам нравится, мы приходим, сдаем анализы, проходим педиатра с детьми и терапевта. Больше врачей пока у нас, а стоматолог еще у нас есть. Медицинский персонал этой больницы обслуживает все близлежащие села. Если нужно, врачи приедут к больному на дом. Екатерина Долгушева – педиатр. Она легко могла бы найти работу в Благовещенске, но с 2008 года следит за здоровьем маленьких пациентов в селе. И уезжать не планирует. Я считаю, что не место красит человека, а человек – место. Я вместе со своей медсестрой, мы очень любим наших детей, мы очень любим наш участок. Есть в Раздольном и своя баня, сохранившаяся еще с советских времен. Правда, в день наших съемок она не работала. Водные процедуры здесь принимают только по субботам. Услугами этого предприятия пользуются многие. Есть и постоянные клиенты. Из-за пара, да, парилку вот наших хвалят. Прям и мужчины, и женщины очень довольны. Как бы ну вот парятся, общаются народ в основном. Сейчас в планах сельской администрации провести ремонт бани. Мы планируем в 25-м году провести тут ремонт, чтобы ничего этого не развалилось, чтобы дальше продолжала функционировать банька. Сохранили в Раздольном и свое отделение почты. Здесь можно оплатить услуги ЖКХ, оформить перевод, отправить письмо, нужную подписку. Местные пенсионеры ходят сюда просто поздороваться со своими любимыми почтальонами. Да, просто поздороваться есть. Такие, кто заходит. Ну и так было бы без них, наверное, скучно. Приходят как бы, и то приятно. Жители села рады видеть сельских почтальонов и у себя дома. Особенно те, кто по состоянию здоровья не может выходить на улицу. Эти женщины, как и много лет назад, разносят газеты и журналы. Но самое главное, с ними можно поговорить и обсудить новости. Обязательно. Какого-то успокоить. Некоторые бабушки дома одни находятся. То есть их обслуживает соцработник. Ну, естественно, минут 5-10 они с ними задерживаются, естественно. Не без этого, тем более здесь в большинстве, в своем, люди друг друга знают в лицо. Допустим, у нас Санна Алексеевна, она 17 лет уже работает здесь. Ну, естественно, она весь свой контингент просто знает все. И ее все знают, ее все ждут. Сохранился в раздольном и свой сельский дом культуры. Сегодня в нем работает 11 секций, в которых занимается почти 200 человек. Занятие по душе здесь найдет каждый, независимо от возраста. Участницы детского коллектива «Веселые нотки» репетируют очередной номер на ложках. Надо их держать, чтобы, ну, вот тут, если будем держать, они не будут играть. Надо держать всегда вот тут. Да. Вот так. То есть целое искусство. Да. Со своими народными номерами юные артисты выезжают на гастроли. Пока выступают только в пределах своего района. Но не исключено, что в будущем они выйдут на областной или всероссийский уровень. Несколько лет назад в местном ДК перешли на новую онлайн форму работы. Когда вот случилась пандемия, пришлось нам, скажем так, новые формы в работе использовать. И поэтому много конкурсов проходит в онлайн формате. То есть мы записываем видео на нашей сцене и уже отправляем куда-то. Угу. Да, если есть, тогда расширяются границы, скажем так. Можно поучаствовать и в Москве, и в России, ну, как бы, везде. И участвовали? Участвовали, конечно. Есть дипломы, грамоты. И в Белогорске участвовали. Не всегда есть и проблемы с транспортом, есть, не всегда есть возможность выехать. А вот, допустим, если отправить видео, это очень удобный формат, когда тебя можно заметить, тебя или какой-то коллектив, и продвигать свою деятельность. Всю инфраструктуру в селе удалось сохранить благодаря поддержке агрофирмы «Партизан», которая, как и при руководстве Григория Котенко, продолжает развивать заложенные им более полувека назад традиции. Сельхозпредприятия понимают, как важно поддерживать социальную сферу. Это даже наша, не то, что хотим мы не хотим, это наша обязанность, по сути дела, помогать, поддерживать. И мы никогда не отказываемся, когда к нам обращаются, где-то даже сами с инициативой идем, что где-то стоит там что-то поправить, там поправить. Конечно, деньги даются с большим трудом, деньги всегда зарабатываются. Сегодня 90% сотрудников сельхозпредприятия – жители Раздольного. Кстати, Григорий Пантелеевич трепетно относился к подборке кадров. И сегодня в «Партизане» гордятся коллективом – профессионалам своего дела в каждой сфере, будь то растениеводство, животноводство или переработка сельхозпродукции. Вот с этих азов, которые заложил Григорий Пантелеевич, конечно, та вот политика, как ведется на предприятии, как общаются с людьми, что у нас с людьми вот нужно в первую очередь-то люди. То есть я всегда везде говорю, что кадры не решают все, а кадры – это люди. То есть как к ним будем относиться, так и у нас такой будет коллектив сплоченный. Я всегда на всех собраниях, мы проводим регулярно встречи с коллективами, всегда говорю, что у нас самый лучший коллектив. Десять лет назад в раздольные стенды переехала семья Саркисян. Село прежде всего привлекло своим уютом, компактной застройкой. Молодой паре понравились и доброжелательные люди, которые здесь живут. Три года назад многодетная мама решила стать самозанятой и открыла свое дело. Вообще можно сказать, что вдруг в двадцатом году, когда был карантин, почему-то я, проснувшись утром, увидела передачу по Первому каналу, как молодая семья начали заниматься лазерной резкой. В течение всего дня я очень сильно это все обдумывала, а вечером мы с мужем заказали уже станок. То есть настолько это было моментально принято решение. Пока училась делать подарочную продукцию, рассказывает Любовь, испортила не один лист фанеры. Зато сейчас ей поступают заказы со всей России. Такие подставки, брелоки, шкатулки, канцелярские принадлежности от Любови Саркисян можно встретить в Новосибирске и Сочи, Москве и Калининграде. География самая обширная. Вся Россия, центральная часть России очень много заказывает. Москва, Сочи, Краснодар. Почему-то очень много туда уходит заказов. Оттуда очень много людей пишут. Есть в раздольном место, которое знают не только его жители, но и приезжие. Это сельская столовая. Вкусными обедами она радует своих посетителей с 60-х годов прошлого века. Про такую кухню можно сказать все как дома. И сегодня будем готовить фирменный рецепт местных кулинаров салат раздолье. Для салата раздолье нам понадобится 100 граммов отварного говяжьего языка, столько же ветчины, один огурец, зеленый горошек и майонез. Салат раздолье, рассказывает технолог Виктория Булгакова, придумали местные кулинары. Рецепт очень простой. Сначала отварной язык режем соломкой. Вот еще с основания кафе технологию разрабатывали, ну и ввели. Кстати, салат – фирменное блюдо всех жителей села. Сочетание говяжьего языка, ветчины и огурца не может не понравиться. Обязательно попробовать, да. И всем нравится, все заказывают. У нас любые банкеты все заказывают на салат. Затем режем ветчину. Кстати, ингредиенты салата можно менять. Есть некоторые сейчас тенденции правильного питания. То есть, некоторые свинину не едят в принципе. И можно на куриную, да, заменить. Огурец также в зависимости от сезона можно брать соленый огурец. Тоже на любителя. То есть, некоторые любят соленый огурец. Свежий огурец лучше натереть на терке. Так быстрее и красивее. Делаем по вкусу. Добавляем консервированный зеленый горошек и майонез. Блюдо готово. Приятного аппетита. Все. На право. За направляющим легким бегом побежать. Заниматься физкультурой лучше на голодный желудок. Но мы просто не могли пройти мимо этой секции вольной борьбы. По словам тренера Дмитрия Долгушева, в раздольном к этому виду спорта всегда было особое отношение. Раньше у нас было, что считалось так, что те мальчики, которые не прошли секцию вольной борьбы, ну, это вот в мое детство, это вот, наверное, 90-е годы, да. И, может, даже, это как армия считалось. То есть не был мальчик в секции вольной борьбы, ну, значит, он не прошел мужскую школу, так сказать. Еще несколько лет назад в раздольном проводились турниры по вольной борьбе дальневосточного уровня. Но из-за пандемии статус временно потерян. Сейчас состязание планируют возродить. Тем более, что в области и на Дальнем Востоке этот вид спорта набирает популярность. Уровень сейчас, конечно, дальневосточного мы немножко потеряли. Сейчас у нас уровень, ну, такой, скажем, областной. А вообще он назывался именно открытое первенство Тамбовского района. Но представители были со всей Мурской области, кроме тынды города. Сегодня, как и полвека назад, раздольное продолжает благоустраиваться. Благодаря программе инициативного бюджетирования здесь модернизируют территорию возле сельского стадиона. На пустом месте построена спортивная площадка взрослая. Воркауты. Ну, вот здесь вот, правда, мелко видно, да? То есть все вот эти тренажеры, лавочки. Вся территория была заасфальтирована. Проучаствовали мы в конкурсе. На следующий год мы участвовали в конкурсе детская площадка. Тоже вот он, пожалуйста, фото до, фото после. Население у нас в раздольном почти две тысячи. Очень много детей, очень много молодых мамочек. И выйти в селе им было, ну, практически, скажем, некуда. Очень большим подспорьем стали вот эти вот наши все площадки. Зона отдыха, лавочки, скамеечки. Все это освещено у нас. Оборудована зона отдыха с навесом, детская площадка, беговая дорожка. Каждый проект местная администрация обсуждает с жителями, которые принимают активное участие в благоустройстве родного села. Сдавали по 200-300 рублей с каждого двора. Когда уже конкурс состоялся, уже начинаем строить. Люди идут, а можно мы еще сдадим, нам все нравится, мы так рады. Ну, конечно, представляете, в селе так все стало культурно. Урны стоят, освещение, лавочки, скамеечки. Ну, почти как в маленьком городе. В этом году в Раздольном заработает и новая скважина, которая будет обеспечивать жителей и все объекты соцкульптбыта, включая школу и детский сад, чистой водой. И это лишь часть уже реализованных проектов. Есть и новые планы, которые помогут сделать жизнь в этом селе еще комфортнее. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин